Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. Да, я понимаю, для кого-то это внезапно и неожиданно, но тем не менее, мы продолжаем играть в замечательный шоп-кип. Поэтому просьба всех оставаться на своих местах и сохранять спокойствие. Ну а мы потихонечку будем начинать. И на сегодняшнюю серию у меня были вполне себе конкретные планы. И кое-что из этого я даже уже сделал. Первое, что я хотел сделать, это, конечно же, прокачать с помощью очков прокачек новые полки, стенды, вешалки для моих шмоток. Чтобы я мог продавать новые вещи, наконец-таки. Например, броню, которую я купил когда-то, но, к сожалению, не смог продать. Сегодня же все будет иначе. И давайте посмотрим, что новенькое я могу поставить в свой магазин. И, конечно же, было бы очень даже неплохо заполонить вот это пустое пространство, чем бы то ни было. Потому что человек сюда заходит и магазин ему представляется чем-то таким серым, унылым и тем, где нету ничего интересного. Поэтому, поэтому нужно это дело исправлять. И, пожалуй, пожалуй, в первую очередь я поставлю вот эту штуковину, которая стоит 350 золота. Да, да, да. Я думал, поставить смогу ее. Здесь у меня будет висеть броня и все в этом духе. Но нет, к сожалению, нет. Придется довольствоваться старыми вещами. Например, я могу купить вот эту хреновину. И сюда я буду вешать различные шляпы. Давайте поставим ее. Почему бы и нет? Но шляпы у нас будут находиться в этом углу нашего магазина. И поставлю, наверное... Одной будет пока достаточно. Больше не потребуется. И давайте посмотрим, что я могу прикупить, собственно, в моем... В моем-моем-моем-моем-втором магазине. У моего поставщика. И, к сожалению, шляп нету. Где шляпы, шляп не видно. Окей, видимо, они появятся со временем. Хорошо, ничего страшного. Я просто-напросто в пустую опять потратил кучу денег. Но у меня еще копеечка осталась. Быть может, стоит потратить ее еще на один столик. Да, давайте так и сделаем. Почему бы и нет? Ай, что-то я начинаю путаться потихоньку в клавишах. Вот, точно. Так же все это дело ставится. Такс, такс, такс. И вот маленький столик. Хуже точно уж не будет. Ладненько. И наш магазин постепенно начинает преобразовываться во что-то восхитительное. Во что-то прекрасное. Еще немного. И мы будем очень крутыми. Такс, окей. Вся эта болтовня, конечно, хорошо. Но деньги, время. Время, деньги. Нужно открывать магазин и ждать новых покупателей. Хотя, я ничего вроде как нового предложить пока не могу. Такс, ну давайте, давайте, давайте. Зайдем к нашему поставщику. И все-таки купим, например, щит. По идее, мне кажется, что... Ага, на щита денег не хватает. У меня всего лишь 28 баксов. Окей, окей, окей. Давайте прикупим, я не знаю, зелье, что ли. Хотя, зачем они мне нужны? Так, с пива, наверное, стоит отсюда убрать. Потому что его никто так просто не купит. Пойду его кому-нибудь протолкну. И поставлю туда какое-нибудь зелье. Надеюсь, кто-то купит сегодня меч. Потому что, по любасу, меч нужно продать. Эй, ты не хочешь пива? И что мне теперь с ним делать? Может, можно его поставить сюда? Нет, сюда пиво поставить нельзя. И мясо мое почему-то никто не покупает. Оно здесь лежит уже несколько дней. Оно все еще свежее. Стоп. Эм. Стоп, все нормально. Почему написано, что профит был ноль? Окей, странное, странное мясо. Теперь-то его точно купят и принесут мне прибыль. Я надеюсь. Такс, 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 такс. Что я хотел сделать? Я хотел выкинуть пиво. Но так как выкинуть его не получается и покупать его никто не хочет. Я, пожалуй, закину его в дальний угол. Сюда, в сундук. И оно будет лежать здесь до лучших времен. Пока кто-нибудь, наконец-таки, не захочет его прикупить. Ну, а сейчас, сейчас я все же потрачу деньги на покупку зелья. Они расходятся как горячие пирожки. Всегда востребованы. Их всегда покупают. И в прошлой серии я не смог заработать кучу денег. Как раз таки из-за того, что у меня отсутствовали зелья. А, зелья это такая штука. Без зелья мои ребята, мои воины не хотят выходить за пределы этого города. Им нужно зелья. Возможно, если я буду кормить их зельями, они будут становиться сильнее. И тогда им понадобятся более мощные вещи для борьбы с более ужасными монстрами. Такс, ну и пока я жду поставок. Я пробегусь все-таки и посмотрю, что можно найти в мусорках. В прошлой серии мусорки меня безумно порадовали. И там я отыскал целую кучу разной годноты. Такс, товары пришли. Ладненько, мусорки, подождите. Мы к вам еще вернемся. Если бы не мусорки, то вероятнее всего я бы до сих пор оставался бомжом. Но мусорки сделали мой день. Мусорки делают меня счастливым. Это очень странно. Такс, ты... Вау! Вау! Ничего себе! Она все-таки решила прикупить это восхитительное оружие. Давайте купим еще одно. И, 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 и щит. Да. Кто-то захочет прийти и купить сразу меч и щит. Больше денег я тратить ни на что не буду. Фух, замечательно. День начинается с хорошей нотки. Это просто прекрасно. И тебя я запомню. Буду чтить и почитать до конца дней своих. Повешу твои портреты в магазине. И все будут знать, что ты лучший покупатель за все времена. Это, конечно, все хорошо. Но мусорки все еще беспризорны. Им нужно уделять больше внимания. А то они будут расстраиваться, плакать. И в них не будет оказываться никаких крутых штуковин. Такс, эту мусорку я проверил же вроде, да? Где-то, где-то, где-то были здесь еще мусорки. Я так давно уже не играл. Пару дней, что позабыл местоположение мусорок. Окей, пока ничего нет. Видимо, стоит уже ближе к концу периода приходить и проверять, что там. Такс, ну пока утро, да? К концу утра пойду и посмотрю, что в мусорках лежит. Ну а пока, 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 конечно же, новые товары. Меч. Меч я продаю за 160% и, в принципе, этого достаточно. Ну и щит я продам тоже, пожалуй, за 160%. Отлично. Даже сейчас не приходится регулировать цены. Они каким-то образом автоматически установились. Хотя я щит не помню, продавал или не продавал. Что-то, честно говоря, в моей памяти подобных моментов не отложилось. Поэтому, не знаю. Буду дальше заниматься тем, что обыскивать мусорки. И, конечно же, ребята, если вы хотите, чтобы серии по шубкипу выходили чаще, ставьте лойсы. И чем больше лойсов, тем чаще я буду снимать видео по этой игре. Справедливо? Справедливо. Мы так всегда делаем. Такс. Ну и я просто-напросто не знаю, чем себя пока можно занять. Пока мой магазин продолжает развиваться, здесь нету большей части всех особенностей этой игры. Поэтому придется, придется терпеть. Когда все эти особенности откроются, то, надеюсь, я смогу нанимать людей и отправлять их на какие-нибудь мощные задания. Как это было раньше, в ранних версиях шубкипа. Сейчас же произошло много изменений, поэтому я не знаю, к чему в итоге можно прийти. Раньше, насколько я помню, можно было своего героя практически сразу отправлять на выполнение заданий. Но, смотрите-ка, сейчас заданий-то и нету. Эх, печально, печально, печально. Мне нужно больше очков вот этих вот, за которые я и покупаю прокачки своего магазина. Но, черт возьми, для этого нужно, чтобы кто-то что-то покупал. Эй! Чтобы кто-то что-то покупал, и тогда магазин будет прокачиваться, если будет больше посетителей. Но они что-то буянят столько. Опять это одни женщины. Ладно, может быть, вы хотя бы в мусорках оставите что-нибудь для меня. Ребята, я... Зачем я радовался, что день так хорошо начался? Ведь он хорошо начинался. Мусор, 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 ничего. У меня даже купили меч, а сейчас как-то все идет по наклонной, на спад. И никто ничего не покупает, никто не дает мне очки, никто не дает мне новые вещи в мусорках. Эх. Да, мусорки пустуют, к сожалению. Может быть, здесь хотя бы мусорка, пожалуйста. Давай, давай, ну хоть что-то, ну выкиньте вы хотя бы, не знаю, доспехи или меч. Почему нет? Неужто это сложно так сделать? Эх. И из-за того, что я бегаю постоянно вокруг города, по городу я совсем-совсем не слежу за своим магазином. И может кто-нибудь прийти и просто что-то украсть. Поэтому придется находиться здесь, пока у меня нет никакой охраны. И, конечно же, было бы очень-очень неплохо сейчас прикупить робота, который будет заниматься тем, что складывать вещи за меня, если вдруг их кто-то скинет. Такс, давайте, давайте посмотрим, сколько этот робот стоит. Его прокачка. Такс, 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 здесь я его не вижу. Вот он, вот он стоит 100. Инженерия. Да, к сожалению, пока столько очков у меня нет. Ну, давай же, давай порадуй меня. Ну что же такое? Ну как же так, а? Ну, ну зачем же ты заставляешь меня плакать-то и страдать? Зачем же ты издеваешься надо мной, над добрым продавцом? Ведь, ведь я не сделал тебе ничего плохого. Я думал, ты что-нибудь купишь, и мы потом вечером вместе отпразднуем эту покупку. Будем сидеть где-нибудь на поле и смотреть в звездное небо, мечтая о новых классных мечах. Но ты, эх, все это лирика. Что-то меня понесло не в те дебри совершенно. И все, все, надо брать себя в руки. Я же суровый мужик и... Да, да, да. Непозволительно мне распускать нюни. Непозволительно. Что же, что же я могу еще сделать в этой ситуации, когда никто ничего не покупает? Ведь как-то я могу наверняка повлиять на этих прохожих, но... Нет. Это великое таинство все еще остается таинством, и... Вряд ли я когда-то познаю тайны продовольствия, тайны торговли, и... Эх, сам себя пытаюсь утешить. Но все равно никто ничего не покупает. Давай, ты же зайдешь и что-то купишь. Так ведь? Верно ведь? Давай, не подведи меня. У-у-у, Саймон, Осборн, воины. Да что такое-то? Ну как же так-то? Ну почему? Ну почему никто ничего не покупает? Что за черт возьми? Утром продажи шли. Вечером мне что-то подсказывает, тоже продажи будут идти. А вот днем никто не хочет затариваться в моем потрясающем магазине. И в мусор, смотрите, никто ничего не выкидывает сегодня. В прошлой серии я нашел там столько всего. Мяса. Броня. Пиво. Где, где все это добро? Куда оно делось? Что стало с этой игрой? Что за катаклизм произошел в этом мире? Почему нет мусора? А? На мусор была вся моя надежда? Но нет, нет, нет. В этот раз придется просто надеяться на чудо, которого почему-то не происходит. Где же боги этого мира, которые должны помочь мне? Которым я должен молиться, чтобы они как можно больше людей подталкивали к покупкам в моем магазине. Где эти боги, а? Наверняка, наверняка нужно было бы построить какой-нибудь идол здесь и поклоняться ему. Какой-нибудь памятник, статую и... Было бы, было бы очень-очень круто. Такс, ну давай порадуй меня, Барт Джонсон, воин. Нет, 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 определенно тут что-то не так, ребята, что-то сломалось. Такс. Из-за того, что я забрал вещи, она отказалась от покупки в моем магазине? Блин, зачем, зачем я просто хотел поправить и... Ах, так вот. Мне кажется, проблема в том, что вещи слишком дорого стоят и поэтому люди не хотят их покупать. Но я спешу опровергнуть эту теорию, потому что, потому что... Раньше-то ведь покупали с такой наценкой и даже большую наценку я делал, больше 160%. Сейчас же что-то их не устраивает. Возможно, в нашем королевстве начался кризис и просто люди без копейки денег сейчас, они думают лишь о том, как бы найти пару крошек для того, чтобы пропитать себя. Чтобы выжить, чтобы не умереть от голода. Им сейчас точно не до покупки доспехов и мечей. Но посмотрите на эту ситуацию, воины, с другой стороны. Если ты возьмешь, купишь себе меч, ты сможешь пойти на охоту с этим мечом. И принести очень много дичи для своей деревни, для своих братьев и сестер, для детей и мужа. И вы вместе бы накормили бы весь мир. Но нет, 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 меч ей не нужен. Мой план определенно ей не приглянулся. Ладно, хорошо. Ох, наконец-таки появляются мужчины в городе. А то одни женщины что-то меня как-то огорчают здесь. Они не хотят ничего покупать. Так, ну давай, может быть ты, карлица, зайдешь в магазин и купишь себе меч, который по размерам больше, чем ты. Нет? Тебе не кажется это? Нет, ну блин, это определенно, определенно что-то я делаю не так. Ребята, напишите обязательно в комментариях, где, где мои упущения. Что я не сделал? Что ушло от моего взора? Наверняка что-то или кто-то в этом замешан. И на это как-то можно повлиять. Вопрос в том, может быть я что-то не то прокачал? Может быть есть какие-то конкретные прокачки, позволяющие увеличить приток посетителей в магазин? Не знаю, не знаю, не знаю. Таксы? Фух, ну неужели? Я уж думал, этого никогда не произойдет. У меня купили щит. Может быть я и в мусорках сейчас что-нибудь отыщу. Тогда это будет потрясающий день и... Ну да, конечно. В мусорке ничего нет. Сколько я очков хоть заработал? Все еще 7 очков, да. Эх. Ничего даже прокачать нельзя. Ну, надеюсь ты купил щит, но не украл мой меч. Потому что меч, меч это штука очень важная. Да, меч лежит на месте. Зелья почему-то сегодня тоже никто не покупает. Что-то, что-то это определенно не то. Так, сладненько. Давайте купим, знаете что? Давайте купим, купим, купим ботинки. Если я их куплю, смогу ли я их положить на стол? Ну, давайте попробуем. Почему нет? Если что, пойду на крайняк пропихну их кому-нибудь на улице. На улице это точно товар продастся. Давай, давай зайди. Пиотер Бринлей. Бринлей, да. Петр, Петр, Петр. Ну, 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 давай, 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 давай. Давай, ну, хотя бы зелья. У-у-у-у-у. У-у-у-у. А как это так? Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Промазал. Стопэ. Фух. Фух. Ну, бог-свидетель, я давал ему шанс. У него была возможность убежать. Но, к сожалению, он этой возможностью почему-то не воспользовался. И в итоге просто умер. Это будет хороший урок для всех тех, кто хочет меня обокрасть Это будет лучший урок для всех тех, кто хочет покуситься на мое добро На мои кровные вещи, блин, и да, сапоги сюда поставить, к сожалению, нельзя Ладно, еще один неликвид, который придется реализовать где-нибудь здесь Нужны тебе ботинки, да? Да, ботинки это замечательная штука Продал я их за 48, 4 рубля заработал, почему нет? Ну вот, щит точно можно будет продать Как я понял, щиты людям нужны Вот только оружие, почему никто не хочет покупать оружие? Ведь это самая прибыльная, самая рентабельная штука, которая у меня сейчас имеется И я был бы очень благодарен тебе, бородатый чувак, если бы ты... Ну, это тоже неплохо Это тоже неплохо, может быть я ботинки могу поставить? А, ботинки же я продал, эх Ладно, где мои товары? Нужно заказать еще зелье, наверное, одно Такс, давай, 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 ну же Хорошо, и закажем зелье Отлично Как раз таки у меня одна полка простаивается Там будет лежать зелье Хотя в наличии у меня зелье лечения есть, поэтому Переживать смысла нет Такс, ты Мне нравится определенная твоя прическа Она говорит о твоем глубоком внутреннем мире О твоем желании сражаться с монстрами Спасать принцесс И охотиться за сокровищами, нет? Нет Эх, почему я пытаюсь себя вести, как какой-то странный арабский продавец Который вешает всем постоянно лапшу на уши И пытается втирать какую-то хрень Не знаю, чувствую себя именно таким Таким Так, 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 так Новые, новые поступления Хорошо Еще одно зелье лечения Окей, ну Да, ребят, согласен Наш магазин прокачивается и совершенствуется не так быстро, как этого хотелось Но, тем не менее, он же все-таки разрастается Прогресс налицо Не так быстро, как хотелось бы Да, не так качественно, да Но Все же мы не стоим на месте Мы продолжаем развиваться А ведь это самое главное в нашем ремесле, в нашем деле Кто может долго терпеть, тому будет большая награда, я надеюсь Так что всему свое время Всему свое время Главное немного подождать И все у меня будет хорошо Все у меня наладится Можно данный период моей жизни просто рассчитывать как черный период Как будто бы у меня черная полоса Поэтому никто ничего не покупает Но обычно эта полоса не такая уж и длинная Это всего лишь полосочка маленькая Поэтому еще чуть-чуть и мы станем своими ногами на белую полосу И тогда Тогда все будет хорошо Такс Ну и до закрытия магазина остается всего лишь Две секунды И Блин, блин, блин Развитие, конечно же, было не такое Каким я его представлял в этой серии Но, тем не менее, ладно Давайте что-нибудь построим Такс Начнем с самого начала У нас есть пьедестал Хорошо У нас есть шкаф Полки Хорошо Но ставить их пока смысла нет У нас есть маленький стол На который кроме оружия и щита поставить ничего нельзя У нас есть фигня для шляп Но у нас нет шляп У нас есть большой стол И фигня для брони Ладно Из доступных Доступных моментов Я могу поставить только Шкаф Хорошо И надо будет заполонить его полностью зельями Ну а пока, ребята, на этом все Если вам понравилось И вы хотите больше серии по штопкипу Обязательно ставьте лайки Ну а с вами был Перпятум или же Александр До новых встреч, друзья Всем удачи И всем пока Будьте счастливы Пока